всем привет вы на канале автозвук и сегодня у нас на обзоре будет сразу два портативных пылесоса которые можно также использовать в автомобиле они выпускаются торговой маркой базеус и называются модели a201 и 0101 модель 0101 немножко дороже и на первый взгляд может показаться что этот пылесос лучше на самом деле у обоих моделей есть некоторые конструктивные отличия и это просто две разных модели условно под разные задачи и в данном видео мы разберемся с их отличиями также не забывайте что у нас проходит марафон скидок он будет длиться несколько месяцев и каждую неделю у вас будет возможность приобретать любимые авто товары с серьезными скидками ознакомиться списком этих товаров а также размером скидок вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе оба пылесоса имеют встроенную аккумуляторную батарею которая заряжается от разъема тайп си и юсб розетки примерно три три с половиной часа после полного заряда а вторая модель может проработать 18 минут а 0 1 модель 21 минут то есть более дорогая 0 1 модель от одного заряда может проработать дольше но ее мощность меньше потребляет пылесос 65 ватт а максимальное разряжение которое он создает составляет 4 килопаскаля у более дешевой 0 2 модели мощность 70 ватт а максимальное разряжение 5 килопаскалей в принципе значение 4 или 5 килопаскалей для портативного или автомобильного пылесоса это неплохой показатель максимальное значение которое я встречал у портативных пылесосов это 9 килопаскалей но такое устройство как правило тяжелее дороже и более массивно основной козырь этих устройств это в первую очередь легкость и компактность но в этом и их проклятие оба пылесоса имеют пылесборники минимального объема соответственно затеять с этим устройством какую-то уборочку навряд ли выйдет скорее всего такой пылесос подойдет том случае если вы что-то рассыпали в автомобиле при этом очищать резервуар придется каждый раз после уборки справедливости ради стоит сказать что более дорогой 0 1 модели контейнер немножко больше буквально на несколько десятков грамм не знаю насколько это принципиально и актуально но тем не менее об этом стоит сказать но от фильтрующий элемент у этого пылесоса мне кажется хуже выглядит он конечно очень круто здесь такая металлическая сетка с перфорацией это своего рода фильтр грубой очистки дальше у нас есть еще шайба из поролона это фильтр тонкой очистки а основной фильтрующий элемент идет в виде обычного такого тканевого мешочка аналогичные фильтрующие элементы мы можем видеть в подавляющем большинстве автомобильных пылесосов у более дешевой 0 2 модели фильтр внешне выглядит не так интересно но внутри мы видим подобие хепа фильтра ну я считаю что такой фильтрующий элемент может оказаться более эффективным смотри на самом деле тоже не пылесос это комплект выживания вот у тебя чашка вот заварник сюда заварочку насыпал залил кипяточка заварил чайочек и можешь смело пить чтобы оценить мощность всасывания этих пылесосов я взял листы а4 каждый из них весит 5 грамм суммарно мы имеем 16 листов весом 80 грамм и теперь с помощью одного и второго пылесоса я буду удерживать эти листы на весу я уже до этого провел несколько экспериментов 16 листов это максимальный вес который может удержать один и второй пылесос хотя в них мощность всасывания или разряжение разное пылесосу также нужно дать время на разгон пылесос разогнался принципе у нас немножко сместился центр тяжести но устройство удерживает такой вес теперь берем старшую ноль первую модель даем пылесосу разогнаться и проводим тот же эксперимент здесь листочки упали немножко быстрее так как все таки этот пылесос слабее что касается комплектации то на мой взгляд здесь снова лидирует более дешевая а вторая модель во первых она комплектуется таким себе приятным на ощупь мешочком аля из искусственной замши в то время как у 01 модели более дешевый на ощупь атласный мешочек также здесь вдвое длиннее кабель для подзарядки пылесоса сам сетевой адаптер или адаптер прикуриватель не входит в комплектацию ни одного ни второго пылесоса есть удлинитель для уборки в труднодоступных местах я думаю с помощью такой насадки можно пробовать убирать в швах сидений если там например где-то глубоко засыпался какой-то мусор и отдельного внимания заслуживает вот эта насадка цена достаточно так интересно сделано то есть здесь мы видим что она служит как щетка но нажатием кнопки она превращается в щелевую насадку то есть насадка два в одном у 01 модели длина кабеля составляет всего один метр есть щелевая насадка и есть отдельно щетка если более подробно сравнить между собой насадки то у модели а2 на щелевой насадки есть такой вот выступ который служит фиксатором щетки и в принципе этим выступом можно оставить микроцарапины на коже наверное большинство пользователей этого даже не заметит но если вы возите машину в детальных то наверняка такие микроцарапины вам будут заметны у 01 модели щелевая насадка гладкая аккуратно здесь нет никаких выступов но и сама щетка все-таки шире и здесь ворс гуще я не думаю что это критично так как все-таки пылесос не мощный и убирать им ковровое покрытие навряд ли получится но тем не менее нужно понимать что здесь щетка немножко интереснее и так оба пылесоса на мой взгляд по-своему неплохи и вполне способны справиться с своими задачами в перечень которых однозначно не входит химчистка салона либо полноценная глубокая уборка для этого применяются профессиональные промышленные пылесосы а вот поддерживать сидение автомобиля в чистоте либо домашний диван на котором постоянно кто-то кушает бутерброды обоим устройством под силу приятно радует интересный современный дизайн и компактные габариты благодаря чему пылесос можно разместить в бардачке подстаканники в дверях либо подлокотники и он всегда будет под рукой а из-за того что здесь встроенный аккумулятор устройство всегда будет готова к работе и не обременит вас лишними проводами отличие между обоими моделями незначительные но все же есть если вы ориентируетесь на максимально продолжительное время работы после одного заряда тогда лучше рассмотреть более дорогую 0 1 модель если же на первый план выходит мощность и более качественная фильтрация тогда можно рассмотреть боль вторую модель а у меня на этом как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте лайк и подпишитесь на наш канал